Будьте имя Господи, Боже, исповедать и до века! Во имя Отца, Пресны и Святого Душа! Дорогие братья и сестры, что есть для нас молитва? Каждый день произносимая, и каждый день мы посредством молитвы общаемся с Богом. Молитва есть не что иное, как наше внутреннее состояние, наше внутреннее расположение к Богу, к Высшему. Сегодня Православная Церковь и празднует одного из основоположников этого внутреннего созерцания Божества, Григория Паламы. Некогда, когда уже католицизм был на окончательном пути к отпадению, когда уже сформировалось мнение о том, что Папа есть главнейший на земле, наместник Христа, когда же окончательно католики установили причащать людей только телом, вот тогда Григорий и начал учить и рассказывать, начал говорить во всеуслышание ту истину, ту правду, которую мы и ныне придерживаемся. И он много провел, как мы знаем, собеседований, много диспутов. И с милостью Божией и с помощью Святого Духа он победил всех своих собеседников. Не потому, что мог красиво говорить, а потому, что Духом Святым это было правильно, это было правдой, и всем ложилось оно сердце, на душу. И продолжателем мы, и мы являемся его учением, его жизнью. Мы монашествующие, потому что мы особо начинаем смотреть внутрь своей души, внутрь самого себя. И как учил святитель Григорий, который и видел фаворский свет, который и видел то Божество, который и видел преображение самого человека, свое преображение, научил и нас также. Некогда появилось тоже такое учение, что Бог должен к нам снизойти, должен к нам опуститься, потому что мы такие грешные и такие ничтожные. А Григорий Палама, святитель, учил, что нет, мы должны подняться к Богу, мы должны возвыситься, мы должны очиститься и подняться к Богу, и стяжать благодать Святого Духа. Преподобный Сергий Радульский, Серафим Саровский, как раз на этом пути и учили своих людей, учили своих духовных чад, стяжи любовь, и тысячи вокруг тебя спасутся. Будем же и мы, дорогие братья и сестры, постоянно и все чаще и чаще смотреть внутрь себя, возносить Господу сердечную молитву, внутреннюю молитву, мысленную молитву возносить Господу, чтобы мы, видя свое сердце, свое внутреннее состояние, мало-помалу поднимались к Богу, поднимались к небесам, будем же нашу молитву, которую мы ежедневно творим, не превращать ее в повседневную, что так и положено, и так должно быть, а должны ее осознательно, должны осознавать, что мы произносим, как мы произносим, должны осознавать свою нашу жизнь, и смотреть все чаще и чаще внутрь своего сердца, что там у нас творится в нашем сердце. Помни слова Господа, что только единое от нас Он просит, Сыне, дажми сердце Твое. Будем же все больше и больше освобождать место в сердце для Господа, созерцать Его, созерцать Небесный Иерусалим, чтобы и быть достойным Его наследовать. Аминь. Благословение Господи, на Вас Тобу благородать и человеку любим всегда, ныне и пресне, в веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...